Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM На сайтах кирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, вы можете задать вопрос гостю особого с помощью специальной формы. Вопрос есть, я его чуть позже озвучу. Как раз-таки образование он касается. Давайте начнем, Анатолий Михайлович, с итогов выборов. Во-первых, губернаторских выборов, которые состоялись 10 сентября. И выборов в Кировскую городскую думу. Я так понимаю, что результат победы Васильева с результатом 64 с небольшим процентом, он не стал для вас неожиданностью. Правда? Нет, итоги выборов были предсказуемы, это было понятно, в общем-то, изначально. И я, вот вы тут мне задавали до этого вопрос. До начала нашей беседы в эфире. Да, мнение есть Валентина Николаевича Пугача о том, что выборы были не очень интересными. В понедельник он заявил об этом, даже в особом мнении у нас в эфире. В чем-то с ним, наверное, можно согласиться, потому что я считаю, что любые выборы – это борьба программ. А когда вместо программы идет достаточно такая борьба с компроматов, то это, наверное, скорее всего, понятно, к чему это приведет. Компроматы? Да, разные. Они были заметны? Так явно выносилась какая-то чернуха? Да, выносились разные, так сказать, истории, которые, на мой взгляд, неинтересны были. В прессе? Да. Поэтому я считаю, что все это состоялось в том варианте, в каком он должен было состояться. Но, на мой взгляд, все же на будущее хотелось, чтобы те политические силы, которые участвуют в выборах, они все же выступали с реальными программами. Потому что мы должны... Это сейчас вы в чей адрес такой упрек делаете? Да, в принципе, в адрес всех. И в коммунистов в том числе? Да, в том числе, да, конечно. Потому что, понимаете, вот сейчас область находится в очень такой непростой ситуации, когда мы оказались в долговой яме. И хотелось бы понимать, вот пришла к власти политическая партия, которая возглавила и возглавит сейчас нашу область, возглавит Кировскую городскую думу, Киров. И хотелось бы понимать, за счет чего, какими путями будет решаться этот вопрос. Потому что достаточно много сегодня область задолжала, и из этой непростой ситуации надо как-то выходить. Поэтому хотелось бы понять, какие пути. Мы понимаем, что есть общие подходы, но эти общие подходы не дают понимания того, как это реально произойдет, как быстро все это произойдет. Поэтому вот таким образом мне показалось, что эти выборы достаточно скучны, они неинтересны, потому что, как обычное обещание, подождать, потерпеть. А в итоге-то, извините, жизнь идет, и хотелось бы понимать, когда же... Жизнь здесь и сейчас хочется. Да, когда и как это быстро все это будет состоиться. Вот, собственно говоря, тут такая точка зрения. Но вы человек опытный, на вашей памяти это не первая избирательная кампания. А нынешние выборы, чем они, на ваш взгляд, отличаются? В лучшую или в худшую сторону? Или, в общем-то, никаких ярких моментов? Да я бы не выделил какие-то на самом деле яркие моменты. Обычно нашла такая вот работа. Причем, как всегда, власть использовала весь свой административный ресурс. Это было заметно, причем, вот я побывал тут в ряде районов, и это бросается в глаза, что очень жестко, так сказать, сегодня администрация области держала в руках, вот, так сказать, пульс. И поэтому очень сложно было, допустим, другим политическим силам тягаться с Единой Россией. Ну, вам лично какие-то припоны чинили? Лично? Я лично, по сути дела, в выборах не участвовал, но я... Нет, именно встречи, вот это общение. Да, были такие ситуации, да. Приведите пример. Ну, я не хотел бы сейчас приведить пример, потому что все это прошло уже, как бы, и не стоит поднимать все заново. Но ситуация такая, что на местах делалось, по крайней мере, многое для того, чтобы не дать возможности другим партиям участвовать в организации встреч и так далее. Много говорилось накануне губернаторских выборов о возможности второго тура, в который выйдут Васильев и Сергей Мамаев. И многие даже уверовали в это, прям-таки чуть ли не на 100%, но второго тура не случилось. Результат, который показал Мамаев. Ну, мы слышали Сергея Павлиныча, он комментировал, что его это устраивает. Но вы лично ожидали больший процент все-таки? Я думаю, что у него хороший процент. Если сравнивать с выборами в ЗАГС собрания, то действительно он поднялся очень, так сказать, высоко. Но, естественно, что этого мало сегодня, и надо было бы больше. И поэтому я не случайно сказал, что должна быть борьба идей, борьба программ, причем конкретных программ. Тогда, наверное, и людям было бы понятнее, за кого все же голосовать, и реально, что каждый из кандидатов мог бы сделать. Вот это, мне кажется, сегодня не получилось, и на будущее это надо учитывать. Победивший кандидат, на ваш взгляд, он сейчас как-то должен советоваться с теми участниками губернаторских выборов, с другими кандидатами, которые принимали участие, брать что-то из их программ, что-то на вооружение. Если сегодня исходить из той ситуации, которая сегодня сложилась в области, то мне кажется, что для консолидации всех здоровых сил надо именно организовать такую площадку, на которой можно было бы советоваться по каждому принципиальному вопросу. Если такие встречи будут, если такое обсуждение состоится, то, мне кажется, легче выходить из этой ситуации. А если принимать решение кулуарно сегодня и не учитывать мнение большинства народа, то это, к сожалению, все это мы уже знаем, проходили, к чему приводит. Можете дать, Анатолий Михайлович, совет, какие-то наставления уже избранному руководителю, новой власти? На что сейчас стоит обратить внимание? Может быть, что-то кардинально поменять? Новых людей поставить, команды включить? Вы правильно подметили. Сейчас главная, на мой взгляд, задача – это подобрать тот аппарат, ту команду, которая будет руководить на протяжении последующих пяти лет. Нужны специалисты, нужны профессионалы, нужны люди, которые умеют слушать, а не просто командовать. И тогда, на мой взгляд, будет легче решать те проблемы, которые есть. Конкретные кандидатуры можете разозвучить? Нет, не могу разозвучить конкретные кандидатуры, потому что не знаю, зачем. А поэтому для этого нужно очень тщательно заниматься кадровыми вопросами, подбирать людей, расставлять их, и тогда должно все получиться. То есть я делаю вывод, что та команда, которая на протяжении последнего года с небольшим у нас работает, она вас не слишком устраивает? Ее нужно менять частично? Ну, это уже другой вопрос. Как там будут менять и как далее. Но ничем, так сказать, не засветилась эта команда. Вот в чем вопрос. Ничем. И это плохо. Хорошо. О деятельности регионального правительства чуть позже еще поговорим. Давайте перейдем к вашей оценке все-таки выборов в Кировскую городскую думу. Ну, сразу первый вопрос. По сравнению с выборами 2012 года коммунистическая партия, она так заметно снизила позиции. В 2012 году было почти 22% голосов, у КПРФ сейчас 13. С чем это связывается? Да, собственно говоря, тут все то же самое. Я уже как-то раз на вашей же передаче озвучивал эти все проблемы. Вот. И то, что самое сегодня, есть масса причин, которые противодействуют росту влияния Компартии. Это раз. Административные решения. Да, конечно. А во-вторых, ну, надо, наверное, быть более активным и самим, так сказать, партийным ячейкам коммунистов, более, так сказать, вести наступательную политику. И тогда проще будет понимать, что они тоже представляют какую-то определенную силу. Пока же сегодня этого мы, к сожалению, видим немного такой активности. И в итоге вот это все сказывается и на результатах. Накануне выборов в город Думу многие представители, в первую очередь, оппозиции выражали надежду на то, что оппозиция, опять-таки, усилит свои позиции в городском парламенте. Но этого не произошло, как мы понимаем. 23 места, подавляющее число мест из 36, опять-таки, досталось представителям Единой России. В России 13 только у Справедливых России, ЛДПР и Коммунистов. Но я хотел бы обратить внимание. Интересная закономерность. Когда в прошлом году были выборы в законодательное собрание, то практически по всем одномандатным округам победили единороссы. Только в одном округе победил Сураев. В этом году в город Думу два сейчас представителя Справедливых России. Да, два. И снова все одномандатные округа достались из Единой России. И я, честно говоря, не могу объяснить пока, вот за счет чего такой успех. Логического объяснения у вас нет? У меня нет логического объяснения. Может, какие-то потусторонние... Не знаю, вот за счет чего и как удается... В Бубенбиле активно. Да, за счет чего удается так влиять на новую людей. То есть, в вашем понимании, это не совсем, мягко говоря, соответствует предпочтениям граждан? Да, это как-то не укладывается. Ведь если же посмотреть в целом на оставшиеся проценты, то, собственно говоря, оппозиция, она даже в чем-то опережает Единую Россию. Поэтому за счет одномандатных округов, собственно говоря, партия и выходит в лидеры. Но как это удается, я не знаю. И, соответственно, делаем вывод, что такой расклад по числу мест в городской думе, ничего не изменится, что ли, получается? Что пятый созыв, что шестой созыв. В принципе... Одеяло будет, то есть мяч будет на стороне, простите, Единой России. Ну, предупровые люди, они, в чем-то, так сказать, наверное, окрасят по-другому эту политическую, так сказать, сцену. Но, с другой стороны, кардинально ничего не произойдет. Вот все то же самое. И самое важное, что сейчас, вот надо бы понять тем, кто придет к власти, надо активно вмешиваться в экономические процессы. К чему, к сожалению, тяги у сегодняшних руководителей и области, и города немного. Поэтому, если этого не произойдет, то тогда стагнация вот этой ситуации, она будет продолжаться и дальше. Давайте о главе города еще немножко поговорим, о будущем главе города. Ну, по СМИ уже сообщили о том, что на следующей неделе, да, уже шестой созыв соберется на первое заседание установочное, я имею в виду в городскую думу. Вы читаете, безусловно, прессу, и там озвучиваются уже конкретные кандидатуры. Кто же... Такое ощущение, что сейчас вот какая-то подковерная борьба сейчас идет. Вот кого же сюда на главу города выдвинуть? Ну, озвучиваются персоны. Вы читали, Ковалевой, Коновалова. Вы разделяете эти прогнозы? Или у вас есть какие-то свои? Нет, я не имею каких-то собственных прогнозов. А то, что там будет идти, наверное, борьба между, так сказать, определенными теперь уже депутатами городом, это, наверное, без сомнения, потому что за каждым из этих депутатов стоят определенные политические силы, и в то же время стоят люди, которые сегодня, по сути дела, влияют на всю политическую, так сказать, палитру нашей области. Я так очень общими фразами скажу. Общими, да, я понимаю. Да, поэтому ясно, что тут будет идти своего рода борьба или не борьба, не знаю, но, по крайней мере, перетягивать, как говорится, на свою сторону эту ситуацию будут однозначно. Поэтому не важно, кто придет, важно, прежде всего, кого он будет представлять. А вообще это честно по отношению к избирателям, к жителям города? Заниматься этим? Я думаю, что не очень. Это заранее все как бы уже сверст, оно спланировано, и мы же понимаем, взрослые люди, что так все просто не делается. Шансы Сураева стать главой города, на ваш взгляд? Я считал, что это была бы неплохая кандидатура. Не-не-не, я понимаю, что... Да, а шансы? А шансы? Насчет шансов вот тут мне тут сложнее. Хотя, в принципе, почему бы и нет? Ну, как известно, сейчас возглавляет фракцию «Справедливая Россия» Василий Купрянович в областном законсобрании. Вот есть мнение о том, что если он и пойдет в городскую думу, а он там первый в списке, то только для того, чтобы стать главой. Ну, как оцениваете эту позицию? Я тоже об этом думал, но уж как это сейчас вот расклад произойдет дальнейший, наверное, вот мы увидим в самое ближайшее время. Вам трудно, в общем, сейчас делать. Да, я не хочу гадать, потому что это бессмысленно. Ну, скорее, да, чем нет. Пропустят Сураева, не пропустят. Не скажу, не знаю. Не буду врать. Хорошо. Да, по поводу явки еще вас спрошу. Это будет последний вопрос по выборам. Эксперты, да, как часто это принято, используют слово «легитимность». При такой явке легитимность как-то власти не слишком-то. По области явка составила у нас 30 с небольшим процентов, по городу 23 процента. Мало? Насчет легитимности сразу возникает вопрос. Возникает вопрос. Конечно. Ну, понимаете, мне кажется, что власть заинтересована в том, чтобы как можно меньшее число избирателей пришли на избирательные участки, потому что за счет этого, мне кажется, удается вот именно влиять на общий итог. И поэтому, с одной стороны, это, наверное, очень для них важно, а с другой стороны, для тех, кто участвует в выборах, это очень плохо. Потому что те, кто бы пришел на избирательные участки, они наверняка изменили бы общую ситуацию, но они не пришли сегодня. И тут непонятно, то ли они довольны всей этой жизнью, то ли они уже разочаровались в ней, и бессмысленность, так сказать, выборов для них очевидна. Но в конечном итоге вот ничего не делается для того, чтобы... На словах много говорится, а на деле ничего не делается для того, чтобы народ участвовал в выборах. Вот это самое важное. Поэтому, на мой взгляд, надо как можно больше внимания уделять, чтобы, прежде всего, простые рядовые труженики шли и участвовали в выборах. Иначе все так и останется. Вы лично голосовали? Да, конечно. Вы кого? Я голосовал по партийной принадлежности. По партийной принадлежности. Все ясно. Небольшую паузу делаем. Напомню, что это особое мнение Анатолия Чурина. Мы продолжим через полминуты. Особое мнение на 101FM И сегодня это особое мнение Анатолия Чурина, депутата Законодательного собрания Кировской области. Переходим, Анатолий Михайлович, к вопросам образования. Мне лично тоже, как выпускнику педагогического вуза, тоже интересно узнать ваше мнение о происходящем. Первый вопрос. Продолжает ли обсуждать с вами конкретно Игорь Васильев вопросы образования? Я напоминаю, что в марте этого года, как сообщили СМИ, вы стали советником. Тогда еще в Рио, но пока еще в Рио, по вопросам образования. Затем в конце июля появлялась информация на сайте наблюдатель.ру, что вы задавали там вопрос, Игорь Владимирович, а остаются ли наши договоренности в силе? Мы продолжаем ли работать в этом направлении? Там какой-то непонятный был ответ, и вы потом в начале августа в особом мнении здесь говорили, что вас никуда не приглашали с той пары. Ничего с вами не обсуждали. Значит, давайте начнем прежде всего с чего. Вот когда шла речь о том, быть или не быть советником, мне никто не гарантировал, что со мной будут советоваться по всем вопросам. То есть какая-то схема будет, что вас будут приглашать регулярно? Ну, как бы там была создана площадка, вот консультативный совет, вроде в рамках этого консультативного совета, и мы будем осуждать те проблемы, которые будут возникать. А речи о том, что лично там будут разговоры, обсуждения какие-то, этого ведь не было. Поэтому я и, так сказать, в данной ситуации понимаю, что это может быть даже и нереально. С другой стороны, я почему задавал такой вопрос? Потому что когда была представлена та программа, которую я озвучил, и что бы надо сделать в системе образования, эта программа была поддержана, но на сегодня она не реализуется в целом, в полном варианте, а реализуются какие-то отдельные моменты. Вы ее подробно озвучивали здесь же в особом мнении. Я много раз уже о ней говорил, там, значит, и она реализуется, причем не последовательно реализуется, не с того, с чего бы надо начинать, а выхватываются какие-то определенные вещи, и они как бы запускаются в производство, так скажем. Поэтому я и задал такой вопрос на июльское заседание ЗАГС Собрания. 31 июля. Да, когда правительство отчитывалось, вот губернатор отчитывался перед ЗАГС Собранием о своей деятельности, и, естественно, что мне бы хотелось понимать, будет это движение вперед или не будет, ну, было сказано, что мы движемся, мы потихоньку движемся, но потихоньку это можно двигаться бесконечно. Вы сказали, хотелось бы быстрее двигаться. Да, хотелось бы двигаться быстрее. И, с другой стороны, ведь советуется тогда, когда есть в этом потребность. А когда такой потребности нет, то советоваться не обязательно. Поэтому здесь вопрос заключается в том, что карты открыты, предложения внесены, а дальше ваше уже решение, будете вы или не будете. В общем, вы по-прежнему готовы на диалог. Да, нет вопросов никаких. Но пока у вас диалога тут в последнее время не приглашали. Да, поэтому я, так сказать, готов всегда в любой момент высказать свою точку зрения по многим, по тем вещам, которые я понимаю и знаю. И если это будет интерес, то ради бога. Вот, причем, видите, даже те моменты, которые вот сегодня уже как бы запущены в работу, то это вот создание государственных школ, это создание центра по помощи трудоустройству выпускникам. То есть они тоже... Это все ваши предложения? Это предложения, да. Но они немножко по-другому интерпретируются сегодня. Не так хотелось, как это... Не так задумывалось, в принципе-то. Поподробнее. В чем различие, Анатолий Михайлович? Ну, начнем вот этого с центра, начнем. Да, да. Он открылся в конце августа, на Володарского, в 99-м. Про этот центр речь давно шла уже о том, что на самом деле сегодня ведь наши техникумы, они работают стихийно. То есть никто заказ для них не формирует. Вот сформировалась стихийно на рынке потребность в такой-то специальности. Люди валом идут на эту специальность. Причем ведь самое-то интересное, что не так много специальностей, которые сегодня интересуют молодежь. Молодежь ведь надо, чтобы был хороший заработок, чтобы были хорошие условия труда. А предложить такие сегодня условия очень сложно, потому что работы и так не хватает. И, конечно, нужна была помощь молодежи, поддержка молодежи для того, чтобы как-то это все сделать. Но то, что вот сейчас, насколько я понимаю, центр создан, это хорошее дело, это без сомнения важно очень. Но как он будет работать, во-первых, задумка была такая, что центр должен, именно работая с предприятиями, формировать некий такой заказ областной, для того, чтобы четко было понимать, знать, сколько на конкретное мероприятие. Для конкретного предприятия нужны, сколько специалистов потребуется и так далее. В какое время и как. Вот. Сейчас же это все привязывается к неким договорам. И если выпускник будущего техникума или вуза подписывает некое соглашение четырехстороннее, он получает стипендию. Хотя у нас стипендии были в свое время, и при том губернаторе, в тот период. Но тогда стипендии выделялись тем студентам, которые успешно заканчивают школу, поступают в наш вуз, успешно учатся и, так сказать, заканчивают успешно институт. Вот им за это платили стипендии. И мы сделали тогда очень хороший шаг. Количество стобальников, количество медалистов у нас резко пошло в гору. А правительство, мы много раз об этом говорили, нужно было только сделать что? Дать этим ребятам возможность трудиться. Они получали хорошее образование, у них хорошие способности, дайте им работу. И они оставались здесь? И не готовы оставаться. Они просили даже губернатора, да. Но правительство на это не пошло. Потому что я почему говорю, что нужно заниматься больше экономикой, чем, так сказать, вот... Сегодня все, понятно, что в социалке легче найти деньги и так далее, а вот экономикой заниматься. И тогда, если молодежи будут предоставляться рабочие места, то мы получим целую плеяду блестящих выпускников вузов, которые будут трудиться. Сегодня же несколько иначе подошли. Ты заключаешь с нами соглашение. Как ты учишься? Нас не интересует. Как ты, так сказать, будешь потом... Главное, что ты подпишись с нами и отработай. Но ведь, понимаете, три года, понимаете, пятилетний срок, или, допустим, там... За это время может много чего измениться. Может исчезнуть то предприятие, которое подписало в свое время, и еще что-то произойдет. Может, мест не будет. Поэтому непонятно, как дальше все сложится. То есть, вот, видите, вроде идея та же самая, а подходы тут другие. В общем, какая-то зыбкая почва получается под ногами. И нельзя говорить так уверенно, что все получится. Я пока трудно понять. Тем более, сейчас еще подписали на сегодняшний день, видимо, очень немного таких соглашений. На конец августа в СМИ писали, было пять всего. Ну, вот, видите. То есть, где гарантия того, что, так сказать, это пройдет и пойдет дальше? А анонсировано 400 в год. Каждый год. Каждый год. Дай бог, если, получается, за пять лет, это уже две тысячи человек должно быть и так далее. Ну, и потом, выдержит ли сегодня бюджет такую сумму? Тоже вопрос. Так что, вот, есть моменты. Ну, и то же самое, допустим, касается государственных школ. Мы говорили, я настаивал даже на том, чтобы давайте мы запустим эту программу раньше, с июля месяца. Это можно все реально было сделать. Ее отодвинули на январь месяц 2018 года. Так, 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 подождите. По-моему, это еще информации не было нигде, что отодвинуто. Нет, она уже, как принято решение, что с января 2018 года они станут государственными. 29 школ в районах области. Добавятся к тем 16, которые, в общем-то, есть. А это надо было делать раньше, ведь полгода уже влетают. Они сегодня, вот, с ними уже, так сказать, сегодня не особо общаются на местах, поскольку главы понимают, что они уходят из-под их влияния. И в то же время они не пришли сюда. А ведь полгода для школы это многое значит. То есть, и надо быть в этом отношении, наверное, более активному министерству, работать с ними. Пока этого тоже не видно. Тут русская поговорка вспоминается про прорубь, про что-то там в проруби. И поэтому на сегодня вот эта, так сказать, тоже идея, она, как бы, взяли ее и подвесили. А с ней надо работать, с людьми, с руководителями тем более. Поэтому здесь тоже, не знаю, во что это выльется и как это будет. А если опять будет отложено с января? Хотя, честно говоря, идея-то, видите, оказалась ведь на самом деле востребованной. Потому что даже министерство Российской Федерации вдруг заявило, что все школы должны быть государственными. А напомните, пожалуйста, в чем преимущество, вот вкратце, чтобы понимать еще раз. Понимаете, в свое время ведь нам говорили как, что в стране единое образовательное пространство. Что у нас оно единое. Но как оно может быть единое? Зарплата у всех учителей в регионах разная. Учебники, по сути дела, сегодня непонятно какие. Дальше, значит, огромное количество учебников и все они непонятно какие. Программы сегодня тоже разнятся. Поэтому идея-то единая. Да, сегодня школы все муниципальные. Каждый муниципалитет диктует свои условия. И отсюда где же единое образовательное пространство? Единое они только в том, что у всех проблем много. Да, проблем у всех выше головы. А единства как такого нет. Поэтому дошло, видимо, так сказать, наверху о том, что говоря о едином образовательном пространстве, мы должны что-то для этого сделать, наверное. Поэтому сейчас ведется речь о том, чтобы все муниципальные школы стали региональными, то есть государственными. А учебников стало бы меньше. И не такое обилие, как их было до этого. Поэтому все встает на свои места. И то, что было сделано еще в 2010 году, это у нас было правильно сделано. И мы шли по правильному пути. Не надо было только останавливаться. Но, к сожалению, это уже другая песня. Остановились. Я думаю, что мы продолжим. Мы уже после рекламы небольшой. Анатолий Чурин, его особое мнение. Вернемся через полторы минуты. Особое мнение на 101FM Мы в перерыве с Анатолием Михайловичем Чурином продолжаем обсуждать вопросы образования. И что-то нерадостно становится на душе. Ладно, продолжаем. Есть вопрос вам, Анатолий Михайлович, на нашем сайте. Техакирова.ру Юрий написал. Ну, тут скорее не вопрос, а такие утверждения. Вам только согласиться или опровергнуть и как-то прокроментировать. Ну, во-первых, Юрий утверждает, что нынешний руководитель Министерства образования не принимает самостоятельных решений. Только лишь руководствуется тем, что сверху поступит. Я бы не стал опровергать это утверждение. Не стал бы. Хорошо. У руководства Министерства нет опыта работы на таком уровне. Если руководишь колледжем, лицеем, это одно дело. Вот вся система образования, это все-таки уровень иной. И страдают от всего этого конкретные педагогические работники. Но я бы добавил к сказанному, Юрий, вернее, к написанному, что и школьники, и их родители. Ну, понимаете, это как бы ситуация просительная. Не все мы пришли с опытом, не все имели опыт. Главное, желание этот опыт приобрести. Для этого надо активно самому двигаться. Познавать все это дело. И тогда, наверное, ситуацию можно было бы изменить. Если это будет, то, наверное, у людей другая точка зрения будет сразу же. Есть возможность у наших слушателей еще вам задать вопрос на сайте Кирова.ру. Напоминаю, что мы еще в эфире 10 минут. 1 сентября, как известно, в Кирове впервые за 20 лет открылась новая школа. Микрорайон Зиновой школы номер 11 присвоили. Что действительно, Анатолий Михайлович, раньше, за эти 20 лет последних, невозможно было строить новую школу. И нельзя было предвидеть эту ситуацию о том, что город будет разрастаться. И мест сейчас катастрофически уже не хватает. Да, это просто было необходимо предвидеть. Даже, ну как, растет население. Причем сейчас происходят очень серьезные миграционные процессы. Население съезжается в центры. Это было понятно, что количество детей будет увеличиваться. Почему 20 лет-то невозможно было? Ну, это вопрос, как бы, не ко мне. Вот поэтому, естественно, что сегодня это гораздо все сложнее. Да, хорошо, что школу построили, что школа большая. Но меня немножко настораживает такая ситуация. Вот все школы, которые проектировать собираются, чтобы удешевить процесс, хотят сделать огромными. Они все типовые. Типовые, на тысячу мест. Вот я тут видел сюжет, который в Москве. Собянин показывал эту школу, построенную на 2000 мест. Я не знаю, как эти школы будут работать. 2000 мест. Это муравейник. Это не оптимальный вариант. Физически трудно за всем этим следить. Это очень сложно. Это управлять такой махиной, тем более дети. Самое оптимальное, давно это говорили, что 500-600 человек. Это самая оптимальная школа, когда дети все известны, всех видят, всех знают. А когда такая масса детей, такая масса родителей, работать очень сложно. Поэтому это опять определенный перекос, который в конечном итоге к чему-то, наверное, приведет. Как ранее руководитель городского департамента образования Александр Петрицкий заявлял, в ближайшие 8 лет в областном центре должны построить сразу 8 новых школ. В первую очередь это новые микрорайоны. И 13, ой, простите, в ближайшие 8 лет 13 новых школ, в том числе Урвансово, Долгушино, Чистые пруды, Ганино и так далее. Плюс еще пристрои планируется возвести уже к существующим школам в количестве 15 штук. Вы доверяете этим планам? Вы видите ресурсы, возможности все это уплатить в жизни? Вот самое главное с ресурсов в начале. Вот если эти ресурсы были бы сегодня понятны, то, наверное, правильно. Строить надо. Никто не может себе представить. А за счет чего? Каждая школа вот такая стоит от 600 миллионов до миллиарда рублей. Ну вот в Зиновой 600 миллионов она обошлась. Да, да. То есть в зависимости от того, где она строится, есть ли сети и так далее, то есть стоимость школы, она варьируется. Поэтому сегодня надо понимать, где взять деньги. А с другой стороны построить 15 пристроев к существующим школам при той, так сказать, зажатости школьных зданий в центре города, то это вообще-то очень сложная задача. Во-первых, существуют определенные санитарные нормы, требования. И если они идут в разрез с тем, что появляется новый пристрой, то это фактически нереально. Поэтому я не знаю, насколько реально все это будет и как это. Или это вброс очередной перед выборами и так далее, не могу сказать пока. Но реальность сегодня такова, что это осуществить крайне сложно. Ну хоть какую-то надежду-то светлую оставьте. Все-таки это возможно. Нет, ну вот на окраинах, там, где большие школы строят, наверное, это реально. При наличии денег. А вот построить центры пристроек к школам, это сложнее. Даже деньги, если будут. Сколько там по нормам на новую школу место, площадь земли? Гектар? Два гектара земли, да. Представляете, какая-то территория. Да, территория достаточно большая. Довольно, да. А кто будет работать в этих школах, если они появятся, откроются? Это тоже очень важный вопрос. Кто будет работать? Надо сегодня думать о том, чтобы четко представлять. Вот. Но я пока не знаю, есть такие планы. Ясно. А если заглядывать уже на много лет вперед, у нас же как идет? Демографический взрыв, потом демографическая яма, опять подъем, опять яма. Опять наступит время, когда некоторые школы не будут востребованы из-за естественных процессов. Есть тоже вопрос. Нам раньше все время объясняли, мы учились в школе и говорили, что есть волна после Великой Отечественной войны. Через 20 лет эта волна все нагоняет. Сегодня вмешался другой процесс, процесс 90-х годов, когда обыль населения шла огромными шагами. Поэтому надо сейчас просто четко представлять, что будет делать государство для того, чтобы стимулировать рождаемость детей. Если это будет, значит, тогда нужно строить школу, нужно строить детские сады и так далее. Если это все не просматривать и, так сказать, не предвидеть, то это опять можно попасть в парсак. Поэтому здесь очень много вопросов таких, которые связаны не только с образованием, тут экономика, демография и так далее. Это все надо увязывать. Иначе смысла нет. Поясните, пожалуйста, что это за такая программа, которая разработана по поручению Путина? Программа, некая система учительского роста. Три стадии. Учитель, старший учитель, ведущий учитель. Это будет некая система аттестаций. Цель этого всего как можно быстрее превратить выпускника-педагога в профессионала своего дела. Якобы уже с этого года, 2017-го, в 13 регионах страны эта система стартует в качестве пилота, теста, а потом она будет внедрена повсеместно. Что это такое? Вы, безусловно, интересовались. Да нет. В общем, система такая была в советской школе. Был старший учитель, учитель-методист и так далее. И этих учителей уважали, потому что на самом деле достойны были этих званий. Но дело-то в другом. Я боюсь, что это такая будет бюрократическая ситуация, при которой учителю стать, допустим, учителем старшим или учителем каким-то другим, это достаточно сложно. Вот я все время вспоминаю, в свое время у нас в Сорос, когда 90-е годы были, он раздавал всем Сорос премии. И эти учителя оказались одни из самых лучших. Почему? Они ездили, стажировались, получали материалы. Не в этом. Как определялось, что этот Соросовский учитель получал премию? Определялось очень просто. Есть выпускники московских, допустим, в вузах. Их спрашивают, назовите учителя, который вам помог блестяще закончить школу и поступить в институт. И бывшие выпускники школ называли своих учителей. Никаких документов не надо было. Учитель даже не знал, что он попадал в этот список. Ему приходило просто извещение, что вы, по отзывам ваших выпускников, являетесь каким-то учителем, вам предстоит получить такую премию. И это так по-человечески, да? И это никаких не надо дерганий. Учитель получал эту премию и знал, и благодарил учеников, которым он отдал часть, так сказать, своих знаний, часть своего сердца. А сегодня, если это будет обставлено чистоколом всякого рода справок, бумаг и так далее, это, я считаю, что это лишнее все. Потом еще, возможно, коррупционная составляющая. Ну, не будем пока об этом говорить. Скажем, что для учителя некогда заниматься подготовкой этих бумаг. Им нужно заниматься ребенком, заниматься классом, если он классный руководитель. Поэтому надо все это делать упрощенно, очень. И считаться смением родителей, считаться смением тех же учащихся. Они никогда не ошибаются. Мы же прекрасно знали, когда учились в свое время, кто из наших учителей для нас наиболее, так сказать, ценят. И поэтому очень просто все. А сегодня пытаются какую-то... Причем еще одна есть деталь. Вот это не ступеньки роста. Это вот, чтобы учителю вырастить до старшего учителя, там, до учителя-методиста, ему нужно пройти большую, так сказать, жизнь, его готовить. Вот почему одним из таких предложений, которые я озвучивал, нужно создать новую методическую службу в области, которая бы помогала учителю. Но сегодня, к сожалению, на это внимание не обращают. Ни Министерство Российской Федерации, ни здесь не обращаются. А это один из самых важных элементов. Если мы это опускаем, значит, извините, учитель остается сам наедине, сам с собой. Вот и все. Дед-то приведет к очень негативным последствиям. Дело в том, что, видите, коллективы обновляются. Приходит все худо ли, бедно ли, приходит молодежь. Есть пока традиции, есть пока опытные учителя. Надо использовать их опыт. Нужно все это быстро-быстро подхватывать. Для этого нужен механизм. Механизм предлагается. Но, к сожалению, решается не так. Вот в общем вопрос. С нового учебного года астрономия возвращается в наши школы. Это хорошо. Десятый класс поддерживается. Конечно, мы же учили астрономию и знали, как выглядит наша система, так сказать, звездная. А сегодня наши дети считают, что Земля – это центр Вселенной и так далее. Поэтому это уже смешно. Русский устный будет пропуском государственной итоговой аттестации в девятом классе. Обязательными планируется выпускные экзамены сделать по иностранной музыке, истории. Возможно, даже уроки шахмат появятся. Ну, это тоже интересная идея насчет шахмат. Вот я еще, будучи директором в 1978 году, загорелся такой идеей, кстати. Даже доски купил, соответственно, поставил в школе и так далее. Беда в другом, что тогда было очень жестко с учебным планом и найти часы, допустим, для… Когда же, собственно, пригласить, за счет чего это сделать, это было сложно. Если сегодня создадут такие условия, это будет очень хороший, на мой взгляд, вариант, когда дети могут овладевать вот этой… Это именно могут, без принудиловки. Да, конечно, нет. Могут овладевать этой игрой, потому что игра это на самом деле очень интересная. И если это состоится, состоится по-умному, а не как всегда, то тогда дай бог. Анатолий Михайлович, минута, 30 секунд остается. Хочу возвращаться, вернуться к началу нашей беседы. Сделаем ли мы вместе Кировскую область сильный предвыборный лозунг Игоря Васильева, ингагурация которого уже, по всей видимости, на следующей неделе будет? Сделаем? Нет, сделать-то надо, это понятно все, никто не против. Вопрос заключается в том, что вкладывается в этот смысл, что такое сильная область. Я понимаю, сильная область, мы же не государство, где сильная армия, сильный флот и так далее. Мы все же должны в другой, наверное, смысл вкладывать. Сильная область, это преуспевающая область в экономике, в социальной сфере. А для этого надо очень многое сделать. Речь идет, видимо, на ваш взгляд, о некой внутренней силе, самодостаточности, когда уже внешне какую-то агрессию проявлять уже ни к чему. Вот хорошо нам так и все. Мы внутренне сильны. Да, ну может быть так, да. Можно согласиться с этим. Хорошо, спасибо большое, Анатолий Чурин. Ваше особое мнение завершается. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Особое мнение на 101FM